Первая вылазка Химена в кинотеатры в 1987 году прошла не так, как планировалось. Тем не менее, некогда популярный феномен ТВ и игрушек наконец-то готов пройти процедуру перезагрузки. Несмотря на то, что первый фильм получился провальным, у новых Властелинов вселенной гораздо больше шансов вас поразить. И вот почему. Сказать, что фильм Властелины вселенной 1987 года был разочарованием, считай, что ничего не сказать. В нем снимались Дольф Лунгрен в роли Химена, Фрэнк Ланджело в роли злобного Скеледора и юная Кортни Кокс в роли нового персонажа-землянина по имени Джулии Уинстон. В некотором роде её персонаж является олицетворением основных проблем фильма для многих поклонников. И дело было не в игре будущей звезды сериала Друзья, а в её столь важной роли в фильме, которая оставила фанатов крайне разочарованными. На то были две причины. Во-первых, Джулия – землянин. Также на Земле проходит и большая часть фильма. Для сравнения, события мультфильма и комиксов разворачивались на планете Энтерия – фантастическом мире, который сочетает в себе элементы меча и магии с научной фантастикой. Перенеся Химена из этого привычного окружения на Землю, фильм потерял уникальность и шарм, что помешало фанатам познакомиться с героем в его родной стихии. Во-вторых, Джулия Уинстон никогда не появлялась в мультфильмах, комиксах или в форме игрушек. Она была персонажем, созданным исключительно для фильма. И была не единственной. Несмотря на то, что в распоряжении создателей фильма были десятки очаровательных и любимых фанатами персонажей, они решили отказаться от них всех в пользу своих собственных. Например, таких, как Клавишник Кевин. Творческая группа, работающая над новыми властелинами вселенной, наверняка в курсе того, что пошло не так с оригиналом. Они, очевидно, не наступят на те же грабли. Прости, Кевин. Несмотря на то, что за окном сейчас 2019 год, на сегодняшний день в Америке витает атмосфера настоящего 1989 года. В их поп-культуре это проявляется повсюду. Мода на пышные прически, неоновую одежду и рейгономику, похоже, вновь становится популярной. Эта волна коснулась также и американского телевидения. Современные перезагрузки классических американских сериалов 80-х, Макгайвер и частный детектив Магнум входят в прайм-тайм канала CBS, в то время как линейка комедий на ABC частично состоит из сериала о 80-х Голдбери и сериала Конноры, продолжение хита 80-х Розанна. Кроме того, Netflix выпустил перезагрузку Вальтрона, продолжение полного дома под названием Более полный дом, драматический сериал о рестлинге 80-х Блеск и, конечно же, чрезвычайно популярные Очень странные дела. Последний даже повлиял на решение Кока-Кола вернуть вкус New Coke, который был одним из самых неудачных за всю историю компании. Netflix также выпустил Шира и Непобедимые принцессы – перезагрузку спин-офф сериала 85-го, сфокусированную на героинях из вселенной Химена. Пожалуй, киноиндустрия влюблена в 80-е даже больше, чем ТВ. Только в этом году состоялись перезагрузки детских игр, кладбища домашних животных и Рэмбо, а в скором времени до экранов доберется и Терминатор со Шварценеггером. В 2020 году концентрация ретро повысится. Запоздалые продолжения Охотников за привидениями, Билла и Теда, Поездки в Америку и Лучшего стрелка – все это уже запланировано к выходу на большой экран. Даже в предстоящем продолжении Чудо-женщины события происходят в 80-х годах. При этом создатели фильма напрямую указывают на это в названии – Чудо-женщина 1984. На сегодняшний день люди просто не могут насытиться 80-ми. Это означает, что настало время для перезагрузки одного из самых знаковых вкладов того десятилетия в поп-культуру. Вероятно, Ной Сентинео – не тот человек, о котором большинство поклонников Властелинов вселенной подумали, когда представляли кого-то на роль Химена. Например, у молодого актёра темные волосы вместо классической светлой шевелюры Принца Адама. Также Ной довольно худощав, в отличие от мускулистого телосложения главного героя. В довершении всего ему только 23 года. Это означает, что Сентинео родился в 1996 году, намного позже того, как Химен был на пике популярности. Но несмотря на относительно молодой возраст актёра и то, что его внешность не совсем соответствует мультипликационному Химену, именно Сентинео Sony Pictures выбрали на роль главного героя в Новых Властелинах Вселенной. Хотите верьте, хотите нет, но, похоже, они точно знали, что делали. Возможно, Сентинео не очень похож на Химена, тем не менее, он готов отыгрывать персонажа по максимуму. Сентинео значительно повысил свою популярность в 2018 году благодаря своей роли в молодежной мелодраме от Netflix Всем парням, которых я любила раньше. После этого он появился в ещё двух фильмах о той же компании – Сьерра Берджес, Неудачница и Идеальное свидание. Благодаря его харизматичной игре в этих фильмах Сентинео стал чем-то вроде звезды в Интернете. Вероятно, фактор привлекательности поможет его версии Химена обрести популярность. И такое уже происходило раньше, взгляните на Криса Прата. Он не выглядел как типичный герой боевиков, когда играл полноватого бездельника Энди Дуайера в парках и зонах отдыха, но благодаря его роли Звездного Лорда в Стражах Галактики люди полностью изменили свое мнение о нем. Теперь он является одной из самых известных звезд боевиков в мире. Будьте готовы к тому, что Сентинео преобразуется подобным образом. Они могут подкачаться и надеть парик, чтобы быть более похожим на Химена. Но профессионализм – это то, что действительно сделает его выступление незабываемым. Два самых популярных жанра на данный момент – это научная фантастика и фэнтези. В течение последних нескольких лет в прокате доминируют фильмы по киновселенной Марвел, которые все больше и больше начинают походить на научную фантастику. В Мстителях Финал присутствует путешествие во времени, инопланетяне и всевозможное межгалактическое безумие. Именно этот фильм стал вторым по кассовым сборам за всю историю американского проката. И, конечно же, еще один научно-фантастический фильм Аватар был лучшим по кассовым сборам во всем мире до тех пор, пока эту корону у него не отобрал Финал. На американском телевидении сейчас в моде фэнтези. Недавно вышедший финальный эпизод сериала Игра Престолов стал самым популярным в истории HBO. С планирующимися многочисленными спин-оффами по той же вселенной, а также будущими сериалами по Властелину Колец и Колесу Времени, кажется, что фэнтези продолжит доминировать на телевидении еще долгие годы. Но настоящее волшебство приходит в тот момент, когда вы успешно смешиваете эти два жанра. – Супрайз! Тор Рагнарёк уверенно справился с этой задачей. Взяв Тора, самого фэнтезийного героя Марвел, и поместив его в научно-фантастическую среду в стиле ретро, фильм предложил нечто действительно особенное и уникальное. Конечно, за исключением того, что все это уже когда-то было в Химене и Властелинах вселенной 34 года назад. Во вселенной Химена отображается общество на планете Энтерия, где магия и инопланетные технологии сосуществуют одновременно и используются в равной степени. Несмотря на то, что Химен владеет волшебным мечом и тусуется с волшебницей, он также иногда летает на корабле, который стреляет лазерами. При объединении фэнтези и научной фантастики может получиться очень занятный жанр. А учитывая богатую историю франшизы, которая разворачивается как раз в таком мире, новый фильм Властелины вселенной должен вызвать восторг. Слушайте, не всем нравится Химен, это правда. Принц Адам немного похож на придурка, а сам Химен выглядит как ничем не примечательный качок с плохой стрижкой. Но, как и оригинал 1987 года, новый фильм не называется Химен, он называется Властелиной вселенной. Властелины во множественном числе, из чего следует, что он будет не единственным главным героем. Химен является частью отряда, подобного Мстителям, который борется со злом. И каждый член этого отряда круче предыдущего. Оруженосец владеет любым видом оружия, и у него крутые усы. Тила – богиня верхом на единороге. Боевой кот – бронированный ездовой зверь, в которого превращается трусливый тигренок под Лиза, принца Адама, всякий раз, когда последний становится Хименом. И какими бы крутыми ни были герои франшизы, злодеи ещё лучше. В борьбе за силу Замка Серого Черепа Химену противостоят различные злодеи. Такие, как Человек-зверь, неуклюжий монстр, Зло-Лин, волшебница с волшебной палочкой, и Капкан, киборг с острыми металлическими зубами и рукой, которая меняется на различное оружие. Все эти плохие парни выступают в роли приспешников Скелетора, одного из самых культовых злодеев в жанре фантастики. Скелетор – это жестокий синий кожей отморозок с черепом вместо головы и неутолимой жаждой власти. Для многих он является лучшим персонажем во Властелинах Вселенной. Одно только его изображение на большом экране с использованием современных технологий может заманить зрителей в кино. Как вы, наверное, уже поняли, во франшизе Властелинов Вселенной довольно много фантастики, всевозможных магических сил, сражений, героев и злодеев. Да, и ещё замок в форме черепа. Конечно, в 80-х годах было относительно легко изобразить все эти вещи в виде мультфильма, потому что все, что вам нужно было сделать – это нарисовать их. Но убедительно отобразить всё это в боевике с живыми актёрами всегда было гораздо более сложной задачей. В 80-х об использовании графики практически не было и речи. Тогда в большинстве фильмов всё ещё использовались куклы и другие механические спецэффекты. Куклы могут быть забавными, и в наши дни они определенно вызывают сильное чувство ностальгии, но, как правило, это не самый убедительный визуальный эффект, который современные фильмы имеют в своём распоряжении. За последние несколько лет развитие компьютерной графики достигло такого уровня, при котором с её помощью можно создавать целые миры и персонажей, и они выглядят практически как реальные. К примеру, в Мстителях Война бесконечности и в его продолжении Финал злодей Танос полностью создан при помощи компьютера и технологии захвата движений. Однако, несмотря на всё это, он выглядит как реальный персонаж. Его лицевая мимика и другие движения невероятно реалистичны. В обоих фильмах нет ни одного момента, в котором он бы выглядел ненатурально. Использование этой технологии станет ключом к созданию правдоподобной Энтерии. Перспектива увидеть живую, как никогда ранее, планету весьма интригует. За последние 10 лет сцены после титров стали обычным явлением для больших блокбастеров. Во многом благодаря популяризации этого тренда студии Marvel. Однако на самом деле они появились и гораздо раньше. И пускай в то время сцены после титров были редкостью, они иногда появлялись в некоторых фильмах 80-х годов. Чаще всего их использовали в комедиях для того, чтобы впихнуть ещё одну шутку, таких как Аэроплан 80-го, Самолётом-Поездом-Автомобилем 87-го и Феррис Бьюлер берёт выходной 86-го, которому принадлежит одна из самых запоминающихся сцен после титров того десятилетия. – Ты ещё здесь? Аэроплан 80-го и Феррис Бьюлер берёт В оригинальных «Властелиных вселенной» также была сцена после титров. Она остаётся одной из самых известных из когда-либо созданных. Ближе к концу фильма Химен и Скелетор вступают в финальную схватку, которая заканчивается тем, что Химен толкает злодея в бездонную пропасть. Скелетор гибнет, и фильм заканчивается на счастливой ноте. Вроде бы всё как и полагается, верно? Что ж, после того, как заканчиваются титры, происходит это. Это дразнящее, но немного глупое обещание. Без сомнения, оно было сделано создателями фильма, которые были уверены, что однажды выпустят продолжение. Как выяснилось в дальнейшем, Скелетор солгал. Поскольку фильм оказался провалом как по мнению критиков, так и по кассовым сборам, никакого продолжения не последовало. Это сделало сцену в конце фильма со Скелетором совершенно бессмысленной. Но теперь, когда процесс съемок новых властелинов вселенной уже запущен, Скелетор наконец-то совершит долгожданное возвращение на экраны кинотеатров. Он смог сдержать свое обещание спустя столько лет. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!